Народная мудрость говорит, жизнь прожить не поле перейти. Для жительницы села Домовицы Клавдии Фёдоровны Фадеевой этот год юбилейный. Ей исполнилось 90 лет. 68 из них она прожила в этом селе, в трудах и заботах. Родилась она в 1930 году в деревне Иваньково Верхнеландиховского района. Была четвёртым ребёнком в семье. Однако в ту пору четверо ребятишек в доме – это семья немногодетная. Обычная, говорит Клавдия Фёдоровна. Была жизнь тёмная да слёзная, стала светлая колхозная, говорили в то время. В колхоз их семья отдала всю скотину и мельницу, на которой всё же дед продолжал работу. Отца как кулака сослали на один год на Урал. Освободили после того, как он написал письмо Михаилу Калинину, всесоюзному старости. Когда началась война, ей было 12 лет. Она пошла работать к деду на мельницу. Затем трудилась в полевых бригадах. Конечно, подросткам в те тяжёлые годы, заменившим взрослых, было нелегко. В бригаде работала, а в бригаде на всех работах. Мы работали на быках. Лошадей тоже забрали на войну. Одни быки были в колхозе, пахали, бронили на быках, и снопы из леса из полю возили на быках. Это всё было, мы работали на быках. А быки послушные были? Да всякие. И бутурные были, и всякие непослушные. Ой. А потом всё в этих промежутках, и нас посылали на лесоразработки от колхоза. Туда, в Горьковской области, там здоровый лес. Вот мы там пилили по зимам-то. От колхоза пошлют, вот нас в бригаду человек 15, и мы там работаем 15 дней. Другой 15 дней, другая смена идёт. Потом уж на лошади меня послали вывозить, этот лес мы вывозили. Тяжёлую жизнь прожила я, тяжёлую. Как я дожила 90 лет, я и не представляю себе. Жизнь не камень, на одном месте не лежит, а вперёд бежит. В домовице Клавдия Фёдоровна приехала с подругой в 1952 году. Завербовались работать на Триполитовое болото. Здесь же, в домовицах, она встретила свою судьбу. Потому что всё вывозили из колхоза-то. Всё на народную. Ведь вы там на выборе после войны-то чего? Всё. Облаживали нас ведь в колхозе-то всем. Налогами. И налогами, и 40 килограмм. Дань. 40 килограмм мяса надо сдать обязательно за год. 350 литров молока выносить. Ещё что, 50 штук яиц, килограмм шельсти. Нет у тебя, покупай, а в государство неси. Это всё было? Было. Вот мы и уехали из колхоза-то. Но это по доброй воле уехали. Потому что мы поехали за сеном. А нам председатель сельсовета остановил. Зимой поехали. Остановил, кричит, стойте и пойдёте сюда, в сельсовет, в контору. Мы пришли. Тут вот представитель приехал с Триполитова-то. Приехал. Кто желает на Триполитову. Болото такое, вот рядом, вот здесь, недалёко. От домовица-то, недалёко. Мы с ней вышли на мосту, она говорит, давай заключим договор. Хоть паспорт дадут, уедём из колхоза. Мы договорились, взошли и говорим, мы согласны. По доброй воле мы заключили договор. Когда приехали сеном-то, я пришла домой-то, рассказываю, говорю, я договор заключила. Мама говорит, ты что, с ума сошла на Триполитову? Да кто на Триполитову едет, самый последний человек. Ты что, не поедёшь никуда. Я говорю, а как же, никак не поедешь никуда. Ну, не поедешь и не поедёшь. А время-то пришло, он приехал, вот этот представитель по нас собирать, по району-то, на машину, мы-то в село тут у нас, мы-то в Центральне. Всех собирать, а мы не пошли. Так он оставил всех в клубе там, мы тут, что собрал, что договор кто заключал. К нам пришёл в деревню и сказал, а на вас подам в суд. А мы сбуялись, тюрьму посадят, надо ехать. Мы поехали, вот сюда приехали. Сюда приехали, отработали год вот с этим паспортом, с колхозным. Пошли менять-то паспорта-то, а нам их опять на колхозные только меняют. А чего вы делать-то? Да давай ещё поедем раз. Мы ещё приехали на лето. А хватит на моё счастье, приехал Саша из армии, за которого я замуж вышла. В самом деле, я честно вам говорю, в столовую мы пришли, обедаем, и они пришли, как раз из армии они пришли, с Костей Фадеевым. И пришли обедать, устраиваться, они на работу пришли сюда, на Триполитово-то. Мы тут переглянулись за столом-то были, когда вышли мы из этого, из столовой. Я думаю себе, а где я этого вот парня видела? И говорю, Шуркин, с которым мы приехали, я говорю, Шурк, а вот этого парня я в осне видела, он надо переостанетый. А мы с ей гадали на виденье. И мне приснился, я говорю, слушай, я ей только рассказывала, говорю, идёт в комбинзоне какой-то ключ вот такой, больше на плече. Я говорю, видела этого парня, помнишь, говорю, я тебе говорила, да ладно. И в самом деле они устроились, и в комбинзоне они работают, и с таким ключом он был. Я говорю, да вот, а, тебе и судьба моя тут. Так оно и вышло. Вот мы с ним встретились, он стал отсюда ко мне туда ходить, то на работу он ходил, а вечером ко мне туда придёт. Вот и догулялись до того, что он сказал, давай же поженимся и всё. А свадьбы никакой не было, он говорит, поедем к родителям, пришли сюда. Сёстра у него жила уже в Иванове, Галя. Они приехали с мужем, посидели за столом, разговорились, и всё, она говорит, всё, оставайся у нас и будешь жить здесь. Это был уже 54-й год. Вместе супруги прожили 59 лет, воспитали сына. До пенсии Клавдия Фёдоровна проработала дояркой на ферме. С мужем держали большой двор, скотину, и сейчас, несмотря на солидный возраст, утруженицы тыла, куры. Правда, за зиму и весну леса перетаскала большую половину. Осталось 10. Есть 3 козочки, 2 козлёнка, а также огород. Помогает ей управляться с хозяйством племянница. Живи просто, доживёшь до 100. Ещё одна народная мудрость, которую можно отнести и Клавдии Фёдоровне. Всю жизнь она жила в труде, которая сейчас помогает справляться с недугами, заставляет двигаться, жить, радуясь простым вещам. Соседки, которые навещают её, говорят, что она хлебосольная хозяйка, широкой души человек, ей желают долголетия и обязательно в добром здравии встретить и 100-летний юбилей.